МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИП ПЯТЁРКА Наконец-то, наконец-то мы добрались до финала младшей серии. Очень долго выясняли, кто же, собственно, выйдет в финал. И в конце концов получилась очень такая интересная пара. Слева от меня в бордовых майках, но в синих шарфах представители третьей школы города Гомеля, с которыми работает Эдуард Айтович Еремян. Справа от меня замечательная команда из Светлогорска, из Центра творчества детей и молодежи Ювента. И работает с этой замечательной командой Ирина Викторовна Сафонова. Честно говоря, для меня обе команды, ну, я бы не пошел в тотализатор четко ставить на какую-то из них. Все может быть. Игра, по-моему, будет абсолютно равной. Итак, начнем с первого вопроса. Настя Новоменко, как у вас насчет интуиции? Хорошо. Хорошо. Тогда, я думаю, ваша интуиция подскажет, кого отправить на самую интуитивную из наших игр, на облеф-игру, на Донетку. Я пойду. Великолепно. У вас хорошая интуиция, вот сама и идет. Это была Настя Новоменко, капитан команды третьей школы. Полина Шипневская, капитан чудной Светлогорской команды. Как у вас с интуицией? Тоже хорошо. И тоже вы пойдете? Да. Вперед! Вперед! Капитаны никого не пустили, сами пошли. Итак, внимание, интуитивная игра. Блеф-игра. Верите ли вы, что американский Диснейленд находится в Калифорнии? Прошу вас, Настя. Нет. Есть в Калифорнии, есть во Флориде, так что абсолютно да. Играем дальше. Верите ли вы, что когда мыши вырастают, они становятся крысами? Настя? Нет. Конечно, нет. Они мышами и остаются. Большая такая мышь, но не крыса ни в коем случае. Дальше. Верите ли вы, что тибетцы употребляют в пищу сухой чай? Прошу. А это был фальстарт, если я не ошибаюсь. С этим очень строго следишь. Электронный судья. Настя, у вас фальстарт. Полина? Верю. Конечно, вот они его сухим и потребляют в Тибете. Ну, с водой там тяжело. Играем. Верите ли вы, что больше всего пользователей интернета находится в США? Да, Полина? Нет. А чем там еще заниматься? Только в интернете сидеть. Это ж страна интернетчиков. К сожалению, да. Играем. Верите ли вы, что статуэтка Оскара изготовлена из золота? Нет. Да, она просто позолочена. Вы правы. И после блеф игры провели мы интуицию. Чуть-чуть впереди синее 10-5. В смысле синее в синих шарфах. Это Гомель третья школа. Чуть-чуть позади светлогорцы. Итак, дуэль игра. Поехали. Капитаны, внимание, сейчас я прочту пять тем пяти боев нашей дуэль игры. И вы решите, а может быть коллегиально решите, демократично, кто какую тему на себя возьмет. Итак, внимание, темы. Первый бой. Это знают все. Простые вопросы. Второй бой. Слово не воробеет. Третий бой. Играем в куклы. Четвертый бой. Играет музыка. И пятый бой. Просто играем. У вас пять секунд, чтобы принять решение. Поехали. Ой, как быстро все решили игроки Насти. Чуть-чуть дольше обсуждали игроки Полины. Ну что ж, Настя, это знают все. Кого вы отправляете в первый бой? Станислава. Станислав. О, это вам не просто так. Полина, вы? Александра. Итак, Станислав против Александра. Вперед! Ну что ж, поехали. Это знают все. Все знают, что героиня картины Воснецова – это сестрица. Прошу вас, Александр. Аленушка. Конечно. Пять очков заработал, Александр. Играем. Все знают, под чьим началом служили моряки «Фукс» и «Ломб». Да. Капитан Христофей Бонитафьевич. Ну, а фамилия его была как? Не знает фамилию. А Станислав? Колумб. Колумб, понятно. Понятно. Вот теперь мы знаем имена двух моряков Колумба. Историки бились, бились. Станислав вышел и сказал, на самом деле это история про капитана Врунгеля и его яхту-беду. Играем. Скажите по-японски, пожалуйста, гора фудзи. Да, Александр? Фудзи-яма. Это правильный ответ, да. Это растение, к сожалению, в 1560 году привез в Европу французский дипломат Нико. Ая Фальстартова. Саша, Станислав? Кто же он привез такое, Нико? Нико-тен? Думаю... Думайте. Картошка. Картошка, к сожалению, ну что вы. Нико-никотен, никотин, он табак привез. К сожалению, не курите, не курите и даже не думайте. И заканчиваем. Все знают, как называется аппарат для очистки и охлаждения воздуха в помещении. Станислав? Этот аппарат называется... Так, хорошо. Как же он называется? Ну что включаешь, чтобы было прохладнее? Александр, тоже не знаю. Это кондиционер. Конечно, это кондиционер. Итак, что у нас после первого боя? 20-10. Александр выводит красных светлогорцев вперед. А Станислав немножко, вот, хотя он сделал великое открытие на счет моряков Колумба, чуть-чуть откатывается назад. Второй бой играем. Второй бой, тема «Слово не воробей». Александр. Хорошо. Полина. Я пойду. Итак, Александр против Полины. Вперед! Итак, слово «не воробей». Слово «не воробей». А как дальше? Вылетит, не поймаешь. И не поймаешь, вы правы, Полина. Так называется справочная книга. Толстая такая. Толковый словарь. Или просто словарь, конечно. Единица речи, которая образуется из двух или более слов, называется? Предложение. Предложение – это то, что вы девушки сделаете через… Полина. Словосочетание. Вот и словосочетание, конечно же. Дальше. Он создатель сборника «Пословицы русского народа». Знаете вы его фамилию? Да. Дальше. Конечно, он же автор словаря живого великорусского языка. Браво, Александр, браво. Предлог, союз, частица – это такие слова. Какие? Полина. Служебные. Вы правы, абсолютно. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, второй бой. Второй бой. 20-35. Чуть впереди Светлорск. Следующий бой. Играем в куклы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, Настя, кого же вы отправите поиграться в куклы? Я пойду. Сами играетесь. Великолепно. Полина, все, куклы уже ушли. Два раза вы сходили к стойке. Кого отправите? Надю. Итак, Настя против Нади. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Девочки, поиграем в куклы. Ее друг, но ни в коем случае не муж. Кен Карсон. Да. Барбара Мелисент Роббинс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажите, Надя, вы когда с ней играете, вы так к ней обращаетесь, да? Да. А что она вам отвечает? Обычно она молчит. Странно. Играем. По словам Орликина, свободу куклам он принес. Ну, мы о куклах играем. Буратино? Буратино, конечно, а почему так не уверенно? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это стадия развития насекомого от личинки к полной зрелости. Да, Настя. Куколка. Великолепная. АПЛОДИСМЕНТЫ Так называются куклы на ниточках. Да. Марионетки. Конечно. И заканчиваем. Именно он создатель и руководитель театра кошек. Да. Юрий Куклачев. Блестящий ответ. Отлично отыграли. 35-45. Еще на один шажок приблизились гемельчане к нашим гостям. Следующий бой. Светлакос! 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 Тишина в классе. Играет музыка. Прекрасная тема. Анастасия, кто у вас музыкант? Андрей. Хорошо. А у Полины? Тоже Андрей. Андрей, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Оркестр, состоящий из труб, кларнетов и прочих флейт, называется... Да. Духовым. Конечно. Это народная песенка злободневного, задорно-шутливого содержания. При этом не ходите, девки, замуж. Понятно. Это частушка, не слышали никогда. Вот рэп, тем более, я всем сбацал, ну, прочитал, все поняли. А частушку не знают. Играем. Именно в этом городе состоялось Евровидение 2015. Вы не знаете родного города Кончири-Вюрст? Вена. Вена. Вена, конечно же. Этот композитор под конец жизни совершенно оглох. Бетховен. Бетховен, великолепно. И заканчиваем. На скрипичный смычок идут волосы из их хвостов. Конских. Конских или лошадиных хвостов, так уже быть. Итак, после того, как отыграла у нас музыка, счет стал 40-60. И остался последний, пятый бой. Играем. Тема «Просто играем». Анастасия. Павел. Павел остался у вас. У Полины. Максим. Последний резерв. Павел против Максима. Вперед. Итак, «Просто играем». Он играет на гармошке у прохожих на виду в собственный день рождения. Да. Крокодил Гена. Да, крокодил Гена. Если дело не оправдывает затраченных на него усилий, говорят, игра не стоит... Чего? Черна. Три, две. Одна. Соперник. Слов. Игра не стоит свеч. То есть свечи, которые освещают картежный стол, это старое сравнение, дороже, чем ставки на столе. Играем. Это русская игра с мячом и битой, очень похожа на американский бейсбол. Да. Лапта. Лапта, да, еще помните. А площадка, на которой ставятся фигурки из городков, называется... Ой, ну если городки, то вот площадка называется... Все это называется город. И городошники шли с криками, идем города зажигать. Дальше. Кибермама это программа, которая позволяет родителям контролировать... Что? Да. То, что делают их дети. Я бы не принял такой ответ. У соперника есть раз кибермама. Контролировать детей. Все? Вы повторили ответ соперника. Ну? Понятно. Контролировать, чем занимаются их дети в компьютере, грубо говоря. Компьютерные игры. Что они смотрят в интернете, во что они играют, чем они там заняты. Это кибермама. Осторожно. Ваши родители поставят и правильно сделают. Итак, после пятого боя, после этой игры 40-70. 70. Прекрасно. Впереди Светлогорск, а у нас впереди тест-игра. Настя, тест-игра у нас непростая. Тест-игра у нас патриотичная. Города Белоруссии. Кто готов? Вот прямо рвется у вас уже кто-то на города Белоруссии. Александр. Александр. Прекрасно. А кого же вы доставите на резкий игру? Станислава. Сразу все сопернику рассказали. Не поддавайтесь на мои уловки, Настя. Полина. Андрей пойдет. Итак, Александр против Андрея. Вперед. Итак, игра у нас тестовая, скоростная. На кнопке. Если бы так сдавали централизованное тестирование, люди бы вылетали через 15 минут после начала теста. Итак, внимание. Города Белоруссии. Гомель, по данным археологов, существует. А. С конца первого тысячелетия нашей эры. Б. С 11 века. И С. С 1142 года. Фальстарт у вас, Александр. Прошу вас. Андрей. С. С. С 1142 года. Это по данным летописи он впервые упоминается. А археологи утверждают. С конца первого тысячелетия нашей эры. С 9 примерно века. Играем. Первое упоминание Минска в летописи связано с рекой. А. Свислыч. Б. Немига. С. Неман. Да. Немига. Немига, конечно, немиг. Рывавые бироги. 10 очков Саша поднял сейчас на скорости и на знаниях. Великолепно. На Видепщине в городе Глубокое. Недавно придумали. А. Вишневый фестиваль. Б. Яблочный праздник. И. С. Бульганы фест. Да. Вишневый фестиваль. Да. Вишневый фестиваль – это край вишен. И даже, говорят, именно там парон Мюнхгаузен стрелял вишенкой, вишневой косточкой в оленя. Дальше. Фестиваль национальных культур проводится. А. В Витебске. Б. В Гродно. С. В Бресте. Фальстарт у вас Саша. Соперник. В Витебске? Да нет, в Витебске проводится славянский базар. А. Фестиваль национальных культур. В Бресте. Абсолютно добрый, абсолютно дружный, где все культуры равны и все друг друга уважают. Это в Гродно. Это может быть только у нас в Беларуси. Это в Гродно. Юные знатоки с 2004 года съезжаются на чемпионат Европы по интеллектуальным играм. А. В Москву, Б. в Минск и С. в Гомель. Да. В Москву. Понятно. Саша, прошу вас. Андрей. В Гомель. Именно у нас в Гомеле, в Дворце творческих сетей молодежи Направляющей 2 проводится уже который год чемпионат Европы среди школьников по игре «Что, где, когда» и другим интеллектуальным играм. И это правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, после тест-игры 50-85 впереди Светлогорск. Слайд-игра «Дело поправит». Играем. Слайд-игра. Картинка, буква, все очень просто, тем более вы финалисты. Настя, кто готов? Андрей. Андрей. Полина у вас? Саша. Андрей против Александра. Вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ А начинаем мы не с Гомеля, а именно с Светлогорска. Он лидирует. Начнем с Светлогорск. Следующий ответ Гомель. Светлогорск. Гомель и так далее, и так далее, и так далее. Правильный ответ. 15 очков. Прошу вас. Серия слайдов. Поехали. Атом. Атом – это схема атома. Простой вопрос, конечно же. Андрей. Ваш слайд. Беседка. Беседка тоже все просто. Прекрасно. Александр, что перед вами? Тишина. 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 Витебск. Конечно, это Витебск. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один белорусский город для Андрея. Гродно. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это Гродно. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша. Домашнее задание. Да ничего подобного. Дневник. Дневник, конечно, господи. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего себе, домашнее задание. Молодец. Так, Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ Ежедневник. Это ежедневник. Вот дневник и ежедневник. Саша, прошу. Тишина. Тишина. Журнал. Все? Тишина, тишина. Интернет-журнал. Нет, не согласен. Ну что, вы не прописаны там, что ли? Лайв-джурнал или живой журнал, жж-ж, блог. Все это одно и то же. Играем дальше. Андрей, с вами. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Зарядка. Карта. Я понимаю, что карта. Карта какой страны? Китай. Китай, конечно же. Команда и зрители аплодируют. Андрею 135-130. Он выводит команду вперед. Риск-игра. Риск-игра. Все решится именно на ней. Правильный ответ. Плюс 20, неправильный. Минус 20. Все. Жестко. Все, как в жизни. Я уже знаю, что Анастасия отправляет Станислава. Не меняется свое решение? Нет. Нет. Хорошо, да, будет Станислав. Полина. Кто? Максим. Итак, Станислав против Максима. Вперед. Итак, кто же станет чемпионом РУД-пятерки в младшей серии? Третья школа города Гумеля, либо команда Центра Ювента из Светлогорска. Питомцы Эдуарда Еремяна, либо воспитанники Ирины Сафоновой. Команда Насте или команда Полины. Какие ребята, какие замечательные светлые головы. Играем. Это знают все. Назовите первого президента США. Джордж Вашингтон. Джордж Вашингтон, да. И вы выводите команду вперед. Слово не воробей. Слово не воробей. Библия гласит, что вначале было слово, и слово было у него. Да. Бога. И слово было у Бога, и слово было Бог. Да, вы правы. Играем в куклы. Он артист кукольного театра, который, собственно, куклами и управляет. Как же его зовут, который водит куклы по сцене? Этого артиста зовут Кукловод. Я уверен, что Станислав это знал, просто не решился. Продолжаем. Играет музыка. Так называется музыкальное произведение, при исполнении которого все встают. Гимн. Браво, Станислав! И перед последним вопросом счет 155-170. Все решится именно на последнем вопросе. Внимание. Просто играем. Музыкальная заставка этой телепередачи. Фраза из Арии Германа. Что наша жизнь игра... Да. Что, где, когда. Вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ 155-190. Победа Светлогорская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лучшая автохимия, лучшее вообще. Все. Самомойка, объездная 4Г. Вот такие пироги. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вручаю диплом вице-чемпиону младшей серии, вице-чемпиону нашей эрудит-пятерки в возрасте до 9 класса включительно, команде третьей школы. Серебро ваше. Настя, и не просто серебро, если в следующем сезоне продолжится наша игра. Без всяких отборов, без всяких вопросов вы играете в старшей серии. Команда Светлогорска, Ювента, вы долго шли к этому. Чемпионы орудить пятерки, Светлогорск. Итак, финал младшей серии завершен. Что осталось? Ну, логично предполагая, финал старшей серии. Кто там будет играть? Любители нашей передачи помнят, кто заслужил это высокое право. Ищите нас в программе, смотрите, включайте. И орудит пятерка, смотрим пятерку, получаем десятки. Играем! Редактор субтитров А.Семкин